Как нам показывает опыт последних лет, в целом молодежь является той самой основной мишенью деятельности различных радикальных течений, которые прикрываются, как правило, религиозной риторикой. Молодые люди в силу своей еще неокрепшей психики, не устоявшегося мировоззрения и, конечно же, в силу различных социальных факторов, экономических факторов, в целом являются всегда уязвимой частью населения. В целом, когда мы говорим о подверженности молодежи различным радикальным религиозным течениям, важно понимать, что они ищут в проповедях на этих сайтах, которые предлагают им такие быстрые пилюли для решения всех их проблем. Прислушиваясь проповеди, они в первую очередь, очень часто это наблюдается в практике, ищут недуховные ориентиры, они пытаются решить свои социальные проблемы, они пытаются решить свои психологические проблемы. Пока это не дает тем представителям, их семья, общество, государство, эти пробелы умело заполняют представители различных группировок, которые предлагают такие эксклюзивные или такие моментальные быстрые пути решения всех проблем. Практика показывает нам, что в радикальные течения, представителями различных деструктивных течений становятся люди и образованные, обладающие высшим образованием, владеющие несколькими языками, эрудированные, интеллигентные. И тогда возникает вопрос, что же, что же становится причиной? Повторюсь, низкий уровень или отсутствие критических навыков. Поэтому что нам важно? Читать, нам важно самообразовываться, нам важно учиться и развивать в себе навыки критического мышления, навыки анализа, это нам всем очень важно, и стараться получать знания из источников, из достоверных источников.